Стрельцы приветствую вас меня зовут Ева Лехцер вы на моем канале и для вас я снимаю ваш тару прогноз на период с 1 по 6 февраля 2022 года мы сегодня работаем на жутком тару а также и норман золотой нити именно эти инструменты будем использовать в работе ваша задача расслабиться настроиться на расклад на получение информации будем с вами смотреть сопоставлять сравнивать какой событийный ряд у вас намечается и так позитив периода негатив периода и совет от карт что же здесь так у вас здесь какие-то поездки шестерка кубков мир и аркан смерти еще одну колоды у вас здесь падает пятерка мечей смотрите о чем здесь идет речь поездка в те места где вы бывали ранее это первый нюанс почему ранее потому что по шестерке кубков ну я не говорю что вы были именно в этом месте допустим вы посещали ранее ту страну допустим будет какой-то и например северной части теперь будете ехать в южную часть это подпитывание ну как новой культурой новыми идеями новыми традициями потому что по планам у вас так идет и так это прописано еще какова здесь ситуация обратите внимание на пожилых родственников потому что есть риск ухудшения их состояния здоровья вы спросите что здесь позитивного позитивного здесь то что вот я дотягиваю аркан называется резня кинжалами либо это символ короля мечей это как с вашей точки зрения своевременно обратиться к врачу и оказать помощь вашим близким если эти арканы рассматривать с точки зрения личной жизни и на данном этапе вы свободны то здесь кто-то может знаете как вернуться из прошлого с целью восстановления отношений трансформации взгляда на ново потому что видите десятка жезлов как человеку тяжело без вас либо человек не вывозит эту ситуацию поэтому тени прошлого здесь могут явно заиграть новыми красками но новых знакомств здесь не предвидится для тех кто у нас находится в любовных треугольниках то здесь по этому аркану эта ситуация которая знаете как длительный период вас истощала по какой причине потому что здесь карты которые указывают на ситуацию рыцарь пентакль ну либо кошмар до кошмар пентакль могу назвать так длительная ситуация которая отравляла вам жизнь и поэтому вам здесь захочется поставить точку в этих отношениях которые вас истощают да вы эмоционально слишком привязаны вы без скажем так без этих отношений как без кислорода но вы понимаете что если ситуация будет продолжаться так и дальше вам будет еще хуже если вы находитесь в стабильных связях стабильный союз стабильные взаимоотношения подвойки пентакли это попытки балансировать между личной жизнью между работой это знаете как в совокупности факторов успеть все сразу и ваш партнер или партнерша будут вас поддерживать в этих вопросах в этих начинаниях если арканы смотреть с точки зрения работы заработка на данном этапе вы не работаете то есть вы не работающий пенсионер вы домохозяйка либо вы в декрете то по этим картам это здесь какие-то денежные переводы от родственников это первый момент далее если у кого-то уже прошло более шести месяцев это вступление в права наследования потому что здесь стать наследником вопросы наследства и еще какая здесь ситуация как бы это странным для вас не прозвучало но если у вас были утрированы какие-то акции вексель сложно сказать что это может быть на на текущем этапе то есть либо вы вкладывали деньги в банка у нас обанкротился здесь могут прийти какие-то минимальные выплаты как минимальная компенсация по потерянным деньгам и если эти арканы смотреть с точки зрения тех кто работу ищет и является у нас в статусе соискателя к сожалению здесь неделя простое потому что здесь несмотря на ваши попытки поднять какие-то прошлые связи как показывают эти карты пока это будет безрезультатно то есть мертвая тишина каких-то перемен пока не предвидится если же вы являетесь наемным сотрудником кстати вот такой момент если вы реаниматолог анестезиолог то по связке этих карт может быть мне нельзя так говорить на некрасиво некорректно для вас это будет прибыльная неделя потому что по связке этих арканов будет много лиц которые вас захотят благодарить за вашу качественную работу так если вы на текущем этапе владеете собственным бизнесом как для вас будет разворачиваться ситуация то здесь по четверке жезлов у вас все стабильно бизнес надежен стабилен причем большей степени у вас то пассивные источники дохода беспокоиться не о чем и вы для себя рассматриваете новые перспективы инвестиций причем для некоторых из вас то могут другие регионы либо другие страны и вы можете финансово вкладываться в плане состояния здоровья обращайте пожалуйста внимание на вопросы кровотока лимфотока вопросы наследственных заболеваний потому что знаете вот здесь как подхватить что-то от родственников могу еще так сказать поэтому берегите себя берегите свое здоровье обязательно укрепляйте иммунитет что у вас здесь в негативе четверка пентакли семерка пентакли девятка мечей у многих здесь могут эти переживания я не могу сказать что из-за финансовой стабильности скорее всего может быть из-за социальной ситуации либо ситуации в мире потому что здесь какие-то переживания внутренние сомнения относительно того чтобы сохранить свои ресурсы сохранить деньги не знаю у кого-то недвижимость ваши инвестиции все что угодно это как боязнь что-то потерять либо на чем-то прогореть но вот в связке в совокупности карт как показывают вам арканы ваши страхи здесь они не обоснованы то ситуация на данном этапе для вас является стабильной опасаться вам не о чем совет на совет у вас здесь падает десятка кинжалов это окончание окончание чего-либо подразумевается здесь первую очередь завершение какого-то этапа то есть допустим вы ждали полгода чтобы вступить в права наследования все ситуация здесь завершена тем более видите вот о допустим какому-то усопшему родственнику вы можете вступать права наследования то первое второе то просто как окончание какого-то для вас болезненного цикла то есть вы ждали чего-то завершения то есть лительный период была какая-то тягостная, монотонная ситуация с документами, либо с какими-то выплатами. То есть все, ситуация завершилась, примите ее как данность, успокойтесь и можете двигаться дальше в ногу со временем. Так, сейчас мы с вами еще посмотрим неожиданность периода на Ленорман золотой нити. Давайте смотреть, анализировать и взвешивать все за и против, что у вас здесь проходит. Так, коса, женщина, всадник. Если мы смотрим родственников, еще раз делаю акцент, в основном пожилых, обратите, пожалуйста, внимание на бабушек, прабабушек, потому что по связке арканов это все-таки у нас в большей степени возрастные женщины и здесь проходит информация, которая говорит о том, что действительно у них может идти каким-то образом ухудшение состояния их здоровья. На что здесь нужно обратить внимание? Да, в чем акцент? Что вы эту ситуацию можете предупредить, предотвратить, либо попытаться каким-то образом ее стабилизировать или исправить. Ну, а вообще по связке этих карт, это, знаете, для кого-то перестройка, как новый этап жизни, это подстраиваться под ситуацию, это общение или новости от решительной волевой дамы. Если меня смотрят женщины, то это, знаете, какая-то острая информация, то есть сплетни от вашей недоброжелательницы, потому что коса женщина-всадник это распространять какую-то дезинформацию по отношению к вам. Для мужчины, по сути, то же самое, то есть какие-то сплетни со стороны женщины, уязвленной, задетым самолюбием, которая вас судачит. И еще по связке карт, еще раз, да, то есть здесь акцент идет на то, что обращаем внимание на пожилых родственников. О чем могут говорить данные арканы? Кстати, здесь может быть внезапный, незапланированный приезд матери, тети, ну, то есть какой-то женщины-родственницы. Про ребенка здесь сказать не могу, это все-таки как бы больше идет возрастные дамы, но, тем не менее, это, знаете, как внеплановый визит, либо вами нежданный, то есть получение новостей, то есть скорое известие. Ну, и для женщин, в основном это свободных, это как в следующем периоде, то есть не в рамках с первого по шестого, а позже в вашу жизнь неожиданно может войти мужчина. Вот об этом здесь идет речь. Но эта информация не на эту неделю, потому что там в совокупности карт, это позже шестого числа. Вот такая у вас здесь ситуация. Как всегда, что мы делаем? Весь негатив мы будем с вами перекрывать позитивом, для того, чтобы у вас не отыгрался негативный ряд, для того, чтобы у вас были исключительно положительные события, была стабильность, была радость. Ну и, как говорится, вы были довольны, спокойны и счастливы. Я вам искренне, от всей души этого желаю. Пусть неделя вас непременно порадует только благоприятными событиями, от вас жду обратной связи, как для вас отыгрался расклад, поэтому по прошествии недели оставляйте ваши комментарии. Я же вас искренне благодарю за внимание. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч!